здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок я светлана сотникова ландшафтный дизайнер и растений вот сегодня мы с вами поговорим о черенховании розы как размножить розу если вам очень понравился сорт я уже говорила о том что я люблю розы которые растут на своих корнях даже если я покупаю где-то привитую розу я обязательно обязательно черенкую ее и выращиваю экземпляр у которого нет чужеродного подвоя но если вам просто понравилась роза у знакомых и вы хотели бы взять такую розочку а откопать не получается по причине того что она привитая вы можете взять у розы черенок роза очень хорошо размножается черенками и вы легко сможете вырастить для себя такое же растение давайте поговорим о том какие черенки и в какие сроки мы можем взять дело в том что роза в принципе и черенкуется очень даже неплохо в любое время и черенки бывают весенними летними осенними у каждого из них есть свой процент приживаемости он в любом случае больше 50 процентов поэтому если вы возьмете одну веточку она у вас либо приживется либо не приживется а если вы возьмете 10 веточек то у вас приживется примерно 6 или 7 поэтому можно брать черенки и весной и летом и осенью в зависимости от региона от климата от почвы от общих условий на вашем участке у вас могут лучше получиться либо весенние либо летние либо осенние черенки и никто кроме вас не узнает как лучше какие черенки получатся лучше именно у вас именно на вашем участке именно из того сорта розы которые вы взяли поэтому повторите эту операцию весной летом и осенью и тогда вы точно сможете вырастить даже не одну а несколько очень хороших красивых понравившихся вам розочек своими руками лично я люблю черенки которые получились у меня после осенней после осенней под зиму обрезки роз когда я срезаю перед началом зимы ветки сейчас конечно еще осень вот у меня есть такая обрезанная ветка когда мы уже понимаем что скоро наступит морозы и розочкам нужно пора уже дать отдохнуть мы оставляем 15 сантиметров от земли а все остальное секатором убираем остаются вот такие большие хорошие красивые ветки которые как правило жалко выбрасывать и куда-то девать я эти ветки складываю прямо под тем кустом розы с которого я их срезала для того чтобы знать чьи черенки будут у меня весной и оставляю эти ветки лежать на земле прямо под кустом розы до весны когда эти черенки в горизонтальном положении именно в горизонтальном положении лежат они зимой полностью закрываются снегом и очень хорошо под ним вот эти перезимовавшие черенки лично у меня укореняются гораздо лучше чем все остальные весной из-под куста розы мы берем вот такие веточки перезимовавшие естественно листья с них осыпались я сейчас для того чтобы показать листики обрезала но они естественным образом и падут большая часть и поэтому у нас с вами под кустом розы весной мы найдем палочки вот такого рода главное не затягивать то есть как только растаял снег как только вы смогли услугно говоря отклеить эти палочки от земли они приморожены будут первое время а потом вы сможете их наконец-то поднять так не затягивая не откладывая в долгий ящик в ближайший день 2 берете их и смотрите сколько у нас есть почек вот раз почечка 2 почечка 3 4 5 6 ну верхушку брать уже не будем 6 почек это мы можем сделать из этих шести почек 2 или 3 черенка если мы возьмем по две почки на черенок значит у нас получится 3 черенка если мы возьмем по три почечки значит у нас получится 2 черенка из этой веточки я возьму по 3 почки потому что Лично я предпочитаю черенки высотой от 10 до 15 сантиметров, толщиной около полу сантиметра в диаметре. Это самые молодые, самые жизнеспособные растения в таком возрасте и в таком размере. Обратите внимание, что я делаю срез от верхней почки примерно в сантиметре. И от нижней почки, если у меня черенок получился с пяточкой, значит я оставляю пяточку. Если у меня черенок получился без пяточки, мы ведь просто обрезали ветки, значит я в сантиметре от нижней почки также делаю срез. Для стимуляции можно обмакнуть нижний срез в корневин или в какой-то другой стимулятор роста. Можно подержать в специальном препарате. Главное, сделайте все, пожалуйста, по инструкции к этому препарату, потому что препараты разные и инструкции к ним бывают разные. Я не пользуюсь никакими стимулирующими средствами, поэтому я просто возьму вот такой черенок и погружу его в землю. У нас раз, два, три почки. Я могу две почки опустить в землю и одну оставить сверху. Могу оставить над землей две почки. В принципе, это не имеет большого значения. Главное, чтобы у нас какая-то почка оказалась внизу, а какая-то почка оказалась вверху. Все остальное не важно. И вот так же наполовину я посажу его в землю. Таким же образом я поправлю второй черенок сантиметр ниже нижней почки. Раз, два, три сантиметр выше верхней почки. И вот у меня тоже получится такой второй череночек, который я так же наполовину посажу в землю. Если мы берем черенки осенью или летом, мы берем, как правило, побеги текущего года. То есть молодые ветки, которые выросли в этом году, последний прирост. Нам важно взять опять-таки слепые побеги, как и у других кустарников. У роз, если веточка заканчивается бутоном, она укореняться будет немножечко хуже. Поэтому лучше взять побег, который не заканчивается бутоном. Черенок мы отрываем с пяточкой. Вот у меня есть только такая ветка, поэтому, возможно, пример не самый удачный. Это очень молодая ветка. Видите, у нее красненькие, молоденькие, мягкие листочки. Поэтому черенок мы будем брать вот такого размера, вот с такой пяточкой. Но он должен быть намного жестче. У него не должно быть вот таких мягких, нежных, молодых листьев. Поэтому возьмем вот такой черенок. Будет лучше. Опять не срезаю его секатором. Роза, конечно, вещь колючая. Но что ж, отрываю с пяточкой. Обратите внимание, что пяточка немножко вытянулась у меня, оторвался достаточно большой кусочек коры прошлогоднего прироста. Если я вот это сейчас прямо вот так вот в землю посажу, то она, скорее всего, загниет. Поэтому для того, чтобы она не загнила, я должна немножко подрезать. Сделать здесь аккуратненький край. Чтобы кусочек коры и древесины прошлого прироста остался, но чтобы не было никаких волокон, никаких лохмотьев. Наш черенок мы будем высаживать в землю на половину его размера. То есть вот половина длины пойдет в землю, половина длины пойдет наверх. То, что пойдет в землю, та часть, которая уйдет в землю, мы обязательно должны ее оставить без листьев. Я аккуратненько срезаю листики, не повреждая при этом почки. Хотя большой беды, если мы просто оторвем эти листья, тоже не будет. Поэтому это не самое главное, на что следует обращать внимание. Листочки, которые у нас останутся над землей, сейчас имеют слишком большую поверхность, площадь испарения. А наш черенок пока еще не в состоянии обеспечить их влагой. У него еще нет своих корней. Поэтому откуда эти листья будут брать воду для поддержания жизнедеятельности? Естественно, из запасов вот этого стебля. Они заберут всю влагу, стебель высохнет, и наша роза не успеет укорениться. Поэтому, чтобы избежать этого момента, мы укорачиваем, уменьшаем, очень существенно уменьшаем листовые пластинки. Обратите внимание, что я не срезаю весь лист, а укорачиваю каждый листик. Вот из пяти или семи листочков, из пяти или семи пластиночек, я могла бы обрезать вот так и оставить два маленьких. Но я этого не делаю, потому что чем больше листочков, тем интенсивнее будет укореняться наша роза. Но листочки эти должны быть маленькими, поэтому пластиночку мы обрезаем каждую вот таким вот образом. То есть мы сейчас делаем то же самое, что мы делали с вами при пересадке куста. Мы сейчас балансируем надземную и подземную часть растения, делаем их примерно равными, чтобы они могли успешно приживаться. Есть такое понятие биомасса, то есть это масса биологического материала. Взвесить ее не всегда получается возможным, но как-то на глаз визуально определить количество этого живого вещества. Вот теперь, когда мы посадим этот черенок в землю, заглубим его вот таким образом. Обратите внимание, что у нас сверху получилось по массе не намного больше, чем снизу. Сверху тоненькие веточки и немножечко листочков. А снизу достаточно толстый стебель, который вот теперь-то, запасов воды в этом стебле, хватит для обеспечения жизнедеятельности вот этих листьев. И сейчас для такого черенка мы найдем место в затененное и достаточно влажное. У меня для этой цели существуют специальные деревянные коробки, которые стоят в затененном месте. Если часть из этих коробок выходит на солнечный свет, у меня их достаточно много, я прикрываю их специальной сеткой-теневкой и постоянно поливаю. Жив черенок или не жив, мы можем с вами видеть все время. То есть пока у череночка будут зеленые листики, естественно, мы будем знать, что он жив. Когда эти листочки подсохнут и опадут, сейчас ведь осень приближается, сейчас сентябрь, то есть расти и цвести эта роза в ближайшей перспективе не будет. Если эти листочки, так же как у обычной розы, пожелтеют и отвалятся, значит мы будем знать, что наш черенок жив и жизнеспособен. Если же листики почернеют и будут очень крепко держаться уже в таком почерневшем состоянии за ветку, значит у этого черенка будет немного меньше шансов, можно так сказать. Я не хочу лишать шансов растения, но это нехороший признак, когда черенки почернели, то есть листики почернели и не отрываются. Часто бывает так, что надземная часть, верхушка, почернела, засохла, а часть стебля под землей сохранилась. Поэтому прижился черенок или нет, мы узнаем не раньше, чем в мае следующего года. Когда они у нас укоренятся, мы с вами поймем. Наши череночки начнут расти. То есть из пазух появятся почки, выйдут молоденькие листочки. И пока надземная наша часть, она вот такая, пока мы будем видеть ее примерно вот такого объема, мы будем знать, что наш черенок бодр, жив, но еще не имеет собственных корней. Когда биомасса вот этого растения станет как минимум в два раза больше, то есть когда вырастут веточки вдвое или больше, чем в два раза выше, чем то, что у нас есть сейчас над землей, тогда мы будем знать, что у нашего черенка появились корни, и он начал питаться самостоятельно. То есть он должен отрасти, существенно отрасти, заметно. Намного больше должен стать, чем то, что мы посадили. И тогда мы выжидаем благоприятное время. То есть либо это конец августа, сентябрь, если это не слишком жарко, либо вот сейчас в сентябре стоит жара, значит, я подожду, пожалуй, еще несколько недель, когда эта жара спадет и температура установится в районе 16-18 градусов, либо весной, в начале роста, в апреле, в начале мая. То есть в не очень жаркую погоду из череночника наши молодые растения мы сможем высадить в грунт. Вот обратите внимание, пожалуйста, вот этот черенок и вот побег, который он пустил. То есть вот эти растения я достала из череночника, вот в таком уже виде. И посадила их в горшочки. Какой объем сверху, такой примерно объем у него и корневая система сейчас составляет. Поэтому горшочек я взяла двухлитровый с запасом для того, чтобы это растение могло развиваться. Но вот если этот черенок вырос и стал самостоятельным растением, он выглядит вот так, то второй черенок успел вырасти гораздо больше. Он такого же возраста, но как-то вот ему больше повезло, и он смог сформироваться лучше. Это тоже молодое растение из череночника. То есть вот в таком, когда они достигают примерно вот такого или такого размера, их можно смело высаживать. Это уже вполне самостоятельные розочки, которые могут найти своего покупателя и найти свое постоянное место в моем или в новом саду. Благодарю за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова